Стандартное деление жилых домов по классам, эконом, бизнес, элитный, не отражает всего разнообразия квартир на столичном рынке недвижимости. Панель панели рознь. Некоторые эксперты предлагают закрепить понятие некомфортного, морально устаревшего жилья. Это не только хрущевки без лифта, с тонкими перегородками и тесными кухнями. На качество жизни влияют и другие факторы. К некомфортным можно отнести многие квартиры в панельных домах советского периода, по крайней мере до 80-го года постройки, отмечает эксперт в области недвижимости, руководитель риэлторской компании Валерий Литинков. Здесь нужно смотреть не только на толщину стен. Низкие потолки, ниже 2,70. Также еще один из критериев – смежные комнаты. Это всегда менее удобно. Еще один критерий – это отсутствие лифта. Этажи разбиты по-разному. Они бывают коридорного типа. Это когда на одном этаже, через длинный коридор много-много квартир. На мой взгляд, это неудобно. Гораздо удобнее, когда заходишь на площадку, выходишь из лифта. Лифта два, да, там большой и маленький, как-то в панельных 16-этажках можно взять за пример. Заходишь на площадку, там 4 квартиры. В самом коре можно оставлять какие-то вещи. Для людей это более удобно, более комфортно. Также кухни. Все-таки 6-метровые 6,8, 6,5. На мой взгляд, это маловато. Но нужно ли вообще новые градации столичных домов? Ведь в конечном счете каждый покупатель выбирает квартиру по своим предпочтениям и средствам.